В Апатитах в разгаре летняя ремонтная компания школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Реконструкция проводится в рамках различных программ софинансирования и благодаря привлеченным грантам. Общая сумма средств, которая будет направлена на обновление образовательных учреждений, 46,5 миллионов рублей. О самых масштабных проектах, которые должны быть завершены уже к началу нового учебного года, в нашем следующем сюжете. В этом году ремонтными работами в Апатитах охвачены практически все школы, сады и учреждения дополнительного образования. На эти цели выделено без малого 50 миллионов. Сумма для города очень весомая и задача использовать такую возможность максимально эффективно. Основные источники получения средств – региональная целевая программа софинансирования, комплексная безопасность образовательного учреждения и гранты, полученные за победу в региональном конкурсе Arctic School. Преображение спортзала школы номер 14 произойдет как раз благодаря грантовой поддержке. Это самый большой грант для победителя. Это спортивный зал, и он ремонтируется в размере 5,5 миллионов. И два гранта поменьше. Это четвертая школа – ремонт кабинета учебного, это кабинет физики. И гимназия номер 1 – это второе здание на Ленина. Это ремонт гардероба. Подрядчик, который работает на объекте, в регионе известный, имеет хорошую репутацию. Для него это далеко не первый подобный объект. Правда, в данном случае речь идет не только об обновлении спортзала. «Предстоит ремонт спортивного зала и соответствующие помещения, рядышком которые душевые, туалеты, раздевалки для мальчиков и девочек. Помещения, в которых не проводился ремонт такой, наверное, капитальный с момента открытия школы. Вот хотим, душевые были, не работали, они были законсервированы. Полностью обновляем все стены, потолок. И самое главное, хотим сделать пол красивый. Наливной пол хотим сделать. Надеюсь, что у нас это получится». Готовится к новому учебному году и Апатитская Фосагра-школа. В рамках региональной программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» здесь в этом году реализуется самый финансово-объемный проект – ремонт вентиляции всех помещений пищеблока, включая линию раздачи. А вот саму столовую отремонтируют за счет шефской помощи. Традиционно весомую часть расходов на ремонтные работы берет на себя компания Фосагра. «В рамках двух проектов, проекта Фосагра-класса и Фосагра-школа, каждый год в нашей школе делаются ремонтные работы. В этих проектах отремонтирован был кабинет химии, кабинет физики, кабинет информатики, кабинет математики, большой спортивный зал, первый этаж нашей школы. В этом году компания Фосагра за счет своих средств ремонтирует нам две лестницы запасного выхода». Эта яркая по цветовой гамме и заполненная современным оборудованием рекреация – еще один пример участия компании Фосагра в жизни образовательного учреждения. В прошлом году апатитская Фосагра-школа участвовала в конкурсе на создание кванталаба и выиграла грант. Но реализовать проект можно было только при условии софинансирования. «То есть получилось, что оборудование было предоставлено для кванталабов, а помещения, оба помещения были отремонтированы за счет средств компании. Вот получилось такое развивающее кванталабы, где дети могут заниматься и промышленным дизайном, и хай-теком, и робототехникой. И сюда приходят дети не только учащиеся 15-й школы, но и дети из всего города. Задача текущего ремонтного сезона – общими силами сделать школу еще уютнее и современнее. Решить ее необходимо уже к началу учебного года.